Холодная квартира и холодная вода. В доме номер 30 на улице Ленинского Комсомола периодически возникают проблемы. В течение ноября здесь уже четыре раза отключали отопление. Сегодня в квартирах жителей снова холодно. Одновременно с теплом пропадает и горячая вода. Местные жители заметили, что проблемы возникают в начале отопительного сезона, а также после аварии на линии. Несмотря на то, что их последствия оперативно устраняются и в соседние дома тепло возвращается, здесь по-прежнему холодно. Там стоит старый вентиль внизу на этом стыке и он постоянно, там резинка закрывает выход в воде или вход в воды. Из-за этого нет циркуляции. Ситуация усугубляется тем, что в доме в основном живут незрячие или слабовидящие люди. Анна Устинова и ее муж не видят совсем. Вместе с ними в квартире живут только несколько кошек. Обогревателем пенсионеры не пользуются, потому что есть риск просто забыть о том, что он включен. С наступлением минусовых температур пожилой паре приходится надеяться только на теплые вещи. Ритузы, кофты, шарф на шею. А этот у меня, ему что, он залезет и лежит. Или что-нибудь в вашу сделает, что-нибудь. Вот так. Жители дома периодически звонят в свою управляющую компанию, однако радикальных изменений не видят. Проблема с водой и отоплением возвращается раз за разом. А если саря придут, воду прогонят по стоякам и опять уходят, а проблема остается. Почему? При этом перерасчет за дни без отопления управляющая компания пока не делает. И комментариев по тому, будут ли они, не дает. Напомним, что в этом году тарифы на коммунальные услуги повысились на 4,4%. Также Рязань оказалась на втором месте по ценам на горячую воду. За один куб мы отдаем 162 рубля 24 копейки. Это всего на 40 копеек дешевле, чем в Москве. По стоимости холодной воды мы находимся на четвертом месте. Цены растут, а проблемы остаются. И несмотря на то, что жители дома исправно оплачивают коммунальные услуги, тепло из их дома все равно периодически уходит.